Привет! Нет места на диске С? Не торопись его выбрасывать. В этом видео я покажу несколько простых, но эффективных способов, как можно освободить место на жестком диске твоего компьютера или ноутбука. Освобождать место мы будем встроенными средствами Windows без установки дополнительных программ. С вами Андрей, YouTube канал Свет Эксперта. Не забывайте ставить лайк, делиться этим видео, а также подписывайтесь на канал, если вы в первый раз здесь. Палочка-выручалочка номер один. Своего рода скорая помощь при очистке диска. Открываем проводник. Это можно сделать, нажав на иконку проводника на панели задач или нажав сочетание клавиш Windows E. Далее, находите здесь диск С и нажимаете на него мышкой. Далее нажимаете правую кнопку мыши и в появившемся меню выбираете последний пункт, который называется свойством. Нажимаете на него. Появилось окно свойств диска С. Здесь нужно нажать на кнопку очистка диска. Запускается мастер очистки диска. Это встроенная в Windows программа по быстрой очистке диска вашего компьютера. Тут много всяких вариантов. Это и загруженные файлы программ, временные файлы из интернета, диагностические данные. Все это, по идее, вы смело можете удалять. Чтобы эти данные удалились, нужно поставить галочки напротив соответствующего пункта. Единственный пункт, которому нужно отнести внимание, это корзина, поскольку эта команда почистит вашу корзину. Если там есть нужные вам файлы или те файлы, которые вам могут понадобиться, не выбирайте его. Если нет, то выберите его тоже. Итак, я выбрал все файлы и видите, что Windows говорит, что я смогу очистить больше 10 гигабайт на своем компьютере. Далее нужно нажать на кнопку ОК. Windows спрашивает нас, действительно ли мы хотим удалить все эти файлы. Мы говорим, да, хотим и нажимаем кнопку Удалить файлы. Очистка диска занимает некоторое время, до нескольких минут, если у вас много разных файлов. Идем дальше. Опять нажмем кнопку Очистка диска. Появилось уже знакомое нам окно, теперь здесь давайте нажмем кнопку Очистить системные файлы. Как показывает значок Щита, для того, чтобы выполнить эту команду, нам требуются права администратора. Они у меня есть, поэтому я эту кнопку нажимаю. Появилось похожее окно, но здесь уже больше вариантов, больше опций, что можно удалить с компьютера. Например, здесь появились варианты дампа памяти или мини-дампа памяти для программ. Это специальные файлы, которые создает система, когда какая-то программа зависла. Мы их можем удалить, поскольку они нам не нужны, мы не собираемся изучать, что привело к ошибке в той или иной программе. Диагностические данные тоже можно удалить. И нажать кнопку ОК. И опять подтверждаем удаление файлов. Давайте еще раз нажмем на кнопку Очистка диска. Опять нажмем на команду Очистить системные файлы. И перейдем на вкладку Дополнительно. Отсюда можно перейти на список всех программ и удалить ненужные программы с вашего компьютера. Если нажать на первую кнопку Очистить, вот этот список программ. Второй вариант это можно удалить точки восстановления системы с вашего компьютера, если они вам не нужны или у вас совсем мало памяти. Для этого есть вторая кнопка Очистить. У меня с памятью на компьютере не все так плохо, поэтому я этого делать сейчас не буду. Поэтому можно здесь нажать кнопку Отмена. Способ номер 2 состоит в том, что в Windows есть встроенные средства для сжатия папок и файлов, для того чтобы они меньше места занимали на жестком диске вашего компьютера. Как это работает? Выберем какую-нибудь папку, например, Program Files. Нажмем правую кнопку мыши и выберем команду Свойства. В диалоге Свойств папки надо нажать на кнопку Другие. Далее обратите внимание на опцию Сжимать содержимое для экономии места на диске. Поставьте галочку против этого пункта и нажмите кнопку ОК. Теперь нужно нажать на кнопку ОК на окне Свойств папки. Windows нас спрашивает, хотим ли мы применить эти свойства только к самой папке или к вложенным папкам тоже. Мы выбираем вариант к данной папке и ко всем вложенным папкам и файлам. И нажимаем кнопку ОК. Windows предупреждает, что для того чтобы сжать Program Files мне требуется права администратора, а не у меня есть, поэтому я нажимаю кнопку Продолжить. Не все файлы Windows может сжать, поэтому выскакивает вот такое вот окно с ошибкой. В таком случае нужно нажать просто пропустить все. Windows больше не будет нам показывать диалог для тех файлов и папок, которые она не может по каким-то причинам сжать. Это очень эффективный способ экономии места на вашем компьютере. Единственный нюанс, что эта операция довольно длительная. Видите, что на моем компьютере он говорит, что мне потребуется больше 5 минут, чтобы вся эта операция выполнилась. Ну и естественно, пока идет операция сжатия, в операционной системе будет требоваться некоторое дополнительное место на вашем компьютере. Я пока остановлю запись, продолжу я, когда папка будет сжата. Итак, сжатие закончилось. Давайте теперь зайдем внутрь этой папки. Обратите внимание, что теперь все вложенные папки, в сжатые папки, имеют такой значок в виде двух стрелочек. Я поменяю вид, чтобы было лучше видно. Вот. Две направлены друг на друга стрелочками. Это означает, что папка сжата. Работа с ней идет точно так же, как и с обычной другой папкой. Просто операционной системе может потребоваться немножко больше времени, чтобы разжать содержимое для работы с ней. Но место экономится значительно. Третий способ экономии места на диске состоит в том, что на любом компьютере под управлением Windows есть автоматическая, что называется, из коробки интеграция с OneDrive. И любой файл, который вы положили в папку под управлением OneDrive, автоматически синхронизируется с облаком. Это значит, что вы можете удалить файл с вашего компьютера, и его копия останется у вас в облаке. И когда вам нужен будет этот файл, вы можете его скачать. Посмотрите на пример папки, которая у меня лежит в OneDrive. Здесь много разных файлов, но в колонке состояния отображены разные иконки. Если напротив файла стоит зеленый кружочек с птичкой, это означает, что файл скачан у меня на компьютер. Если нарисовано облачко, это означает, что фактически этого файла у меня на компьютере нет. Он находится в облаке. И когда он мне будет нужен, OneDrive его автоматически скачает. Как это выглядит? Вы можете выбрать любой файл, нажать на него дважды, и происходит автоматическое скачивание этого файла. Файл скачался, видите, иконка поменялась. Если файл вам больше не нужен на компьютере, вы всегда можете очистить место, нажав правую кнопку мыши и выбрав команду освободить место. В таком случае файл с вашего компьютера будет удален, но он останется в облаке, и вы всегда его можете скачать. Таким образом можно освободить гигантское количество места, если хранить ваши документы, фильмы, видео в облаке в OneDrive. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас что-то не получилось или остались какие-то вопросы, напишите мне в комментариях. Я всем с удовольствием отвечу. Не забывайте подписываться на канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok